Всем привет! Сегодня покажу вам, как я делаю блины, скажем так, в большом стиле, для большой кухни. Для маленькой, конечно, это будет не интересно, для домашней, а если у кого-то есть интерес посмотреть, как я делаю это в больших количествах, то это видео будет полезно. Сегодня покажу вам еще один лайфхак, что касается, как печь блины. У меня здесь, правда, рецепт на немецком, но не суть важна. Тут, в принципе, все понятно. Мель – это мука, это яйцо в литрах, молоко в литрах, соль в граммах. Это поварешка номер 9, покажу потом, какая. И в общей сложности, если я их всех запеку, получится 50 штук. Готовить я их буду сразу по 20 штук одновременно. Но сегодня у меня рецепт вот этот на 35 литров. Мука, яйцо, молоко, соль, поварешка и количество 175 штук. Есть у меня, конечно, и другие. Вот есть и нам 270 штук. Но больше просто не было, поэтому я больше рецептуры не составлял. Рецептура – это вся моя, она вся рабочая. Так что ниоткуда, ни с интернета, ни из чего. Это уже испытано на собственном горбу. Так, ну и готовый блин у меня будет весить 200 грамм. Они будут у меня квадратными. Так, ну как я делаю блины? Значит, я заметил, что многие домохозяйки почему-то сначала делают муку, а потом добавляют туда яйцо и так далее и так подобное. Я работаю по-другому. Я скажу почему. Потому что если я сначала муку закину вниз и сверху подается жидкость, то мука внизу при таких количествах, она просто скомкуется и все. И толку потом не будет. А в таком случае, если я, наоборот, в жидкость добавлю муку и буду ее перемешивать, то она разойдется нормально. После этого, конечно, я ее пропущу через сито еще раз и добавлю зелень. То есть они не сладкие. Но можно, конечно, сделать и сладкие без проблем. Рецепт рабочий такой. Просто соли намного убавить и добавить сахар. Так, что еще? Что еще? Так, муку обязательно просеиваем. Хотя в этом случае, как я уже сказал, я буду пропускать все равно еще раз через сито. Здесь, скажем так, не особо важно. Но все равно по правилам нужно. И я правил придерживаюсь. Для блинов я уже подготовил вот такие формы. Это гастроемкости, только половинчатые. Их я обработаю при помощи спрея. Маслечком. Обязательно нужно будет их смазать. И потом мне их нужно будет обязательно прогреть при температуре веса градусов. Ну, просто, чтобы они взяли температуру. Чтобы у меня не получилось, как в поговорке, первый блин комом. У меня такого я себе не могу позволить. Первый блин комом, потому что тогда сразу 20 блинов будут комом. Шеф пожелал блины из кресса. Вот сейчас я ее настригу при помощи ножниц. И затем добавлю в мое тесто. Здесь у меня на 35 килограмм тесто приготовлено. У меня уже все подготовлено. Тесто я перемешал. Мерный стакан, который я наполняю, я могу его прекрасно повесить. Он у меня не упадет и останется чистым. Я его отправляю в чатку. И пошел разливать. При помощи поварежки номер 9 спокойненько разливаю. Кондитомат у меня уже разогрет. До 200 градусов. Он горячий. И все потом заполненные в гостроемкости 20 минут. Отправлю кондитомат на 8, возможно, 9 минут. Я еще кого-то не знаю, потому что кондитомат я еще на нем пока длины не пил. Так, ну теперь, так как они у меня горячие, у меня для этого есть вот такие вот перчаточки. Они выдерживают температуру, я не помню сколько, 300 с лишним градусов. Не знаю, насколько это правда, но 250 они выдерживают температуру. То есть я не ободру тебя рукой или нет. Спокойненько высправлю. Присаж. Все, процесс пошел. Ну вот вот такой вот результат именно получается. Вы видите, как они пузырятся. Сейчас попробую увеличить. Да, вот так вот. Я всегда считаю, что у меня из 20, возможно, 2 могут не получиться. То есть от 10% потерь я учитываю всегда. Здесь зависимо от того, насколько кондитомат он бывает, знаете, со стороны сильнее дунет воздухом и смазывает. Да, все, 8 минут хватило. Ну давайте посмотрим результат всех. Чтобы вы видели, чтобы вы не думали, что я вам рассказываю какие-то сказки. Так что все нормально, все получается. Один какой-то, наверное, будет не очень хороший. Вот не очень хороший, но это маленький фрагер, ничего страшного. Так, ну вот я все 20 штук получил без потерь. Вот так они выглядят на обратной стороне, чтобы вы видели. Значит, ну скажу сразу, что да, первый замес у блинов всегда немного сложноватый. Они поначалу клеятся к этим формам, но затем последующие все идут прекрасно. Я прекрасно понимаю, что ни у кого таких форм нет, потому что они, в принципе, это гастроемкости вот эти именно металлические. Они очень дорогие. Они стоят, если не ошибаюсь, примерно 80 евро одна штука. А на идею мне тогда привело то, что я в этой фирме раньше был как фрилансер, часто работал. И они часто пекли такие пироги. Точнее, делали такие блины, вернее, круглые. Я посмотрел, думаю, так это слишком недолго, если там 150 или 200 или 300 штук делать, мне проще будет так отработать. И вот так вот к этому мы и пришли. Так что эта разработка полностью моя, достигнута моим умом, и мне она нравится. Ну вот, второй тур уже, в принципе, отходит без проблем. То есть они уже вообще не клеятся. Здесь какие-то еще буквально чуть-чуть. То есть беспроблематично. Ну, в принципе, поняли. Дальше показывать, как печь я не буду. Вы уже уловили мысль. Так что буду заканчивать. Все, закончил я эпопею с блинами. С блинами. Они у меня готовы. В общей сложности у меня получилось 168 штук. Из них два пришли в негодность. Они были не готовы. Вернее, 168 получились готовы. А 5 штук я уже не стал их доделать, потому что смысл гонять духовку просто из-за 5 штук не выгодно. Значит, вот такие вот у меня блинчики. Их очень удобно фаршировать. Фаршировать, я не знаю, чем будем фаршировать пока. Если в понедельник я буду в выходной, если они без меня не нафаршируют, то тогда во вторник я посмотрю, что да как. Начинка будет примерно эти 130 грамм на такой блин. Их очень удобно будет заворачивать, накручивать. То есть гости такие блины любят. И они, в принципе, очень большие, очень сытные. Поэтому мы, как правило, их потом блины, когда они нафаршированы, просто разрезаем пополам. Так, ну я слышу уже на том конце провода, кто-то кричит, да я козу на вазу, я с четырьмя сковородами управлюсь намного быстрее. А я скажу тебе так, не управишься. Я аргументирую. Во-первых, тебе нужно 4 нормальные сковородки. Во-вторых, тебе нужно 4 комфорки свободные. А в большой кухне у нас, у меня, допустим, всего 2 комфорки, у них больше нет. И стоять ты будешь непрерывно возле плиты, и ничем ты заниматься больше не сможешь. А у меня проще. Я задвинулся и 20 штук, и я занимаюсь 8 минут чем-то другим. А здесь без малого 8 на 8, и получается 64 минуты. То есть чуть больше часа я могу делать что-то другое полезное, а ты не можешь. Вот и все. Я думаю, это аргумент. Вот вам еще один лайфхак по блинам. Смотрите, вот коллега начал их делать, они начали трескаться у него. Потому что нехорошие ребята, я понимаю, что у меня выходные дни бывают уже, Они просто как было, как я на петках готовые оставил, так они и остались. И теперь они ломаются. Что нужно сделать? Нужно просто-напросто поставить их в духовочку, и буквально одну минуту под паром прогнать, и все. И они будут прекрасно заворачиваться, и не будут ломаться. Что я сейчас и сделал. Теперь они у меня мягенькие, посмотрите. Я могу крутить его как хочу, без проблем. Все, он не будет больше ломаться. Это вам мой лайфхак, бесплатный. Дарю с удовольствием. Вот вам еще одно правило при производстве чего-то большого. Сначала нужно делать всегда одну операцию. Если, допустим, у меня блины, я сначала все их раскладываю. Разложил все. Потом я помещаю на все овощи. То есть не так, что я положил блин, потом опять беру овощи, кладу их, и начинаю заворачивать. Най, так не работает. Блины полностью разложил, овощи полностью разложил, закрутил, сложил. Вот это делал коллега. Не знаю, видно, не видно. Это его блины. Вот это мне и блины. Я думаю, что разницу вы видите. Он говорит, у меня моторика как-то не очень. С языком у него, с моторикой нормально. Но когда дело доходит до работы нормальной, до более тонкой, то руки растут не оттуда. Ну, так бывает. Ну, вот, в принципе, и все по блинам. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если нет, напишите, что нет, не было полезным, неинтересно. Я не буду снимать. Если полезно, то продолжим дальше. На этом все. Всем успехов. Будьте здоровы. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok